ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Необыкновенные истории обычных вещей Папа, я хотела скрепить рисунки, она упала и потерялась. Кто она? Скрепка. Так возьми другую. Что значит другую? А как же я? Эй, я здесь! Ну почему у меня такой тихий голос? Наверное, потому что проволока, из которой я сделала, слишком тонкая. Ну вот, валяйся теперь скрепочком под плинтусом. Пылись. Ну папа. Папа, папа. У меня, если хотите знать, тоже папа есть. Между прочим, иностранец. Точнее, норвежец. А еще точнее, Иоганн Валер. Это он догадался придать проволоке такую форму, чтобы с помощью нее можно было скреплять важные документы. Правда, что это такое, я не знаю. Мною ни разу важные документы не скрепляли. Впрочем, я отвлеклась. Мы, канцелярские скрепки, появились на свет в 1901 году. Именно тогда Иоганн Валер получил патент на свое изобретение. До этого важные документы сшивали ниткой. Или нанизывали на обыкновенную булавку. И это было небезопасно. То ли дело я. Мной так просто палец не проколешь. Скажу по секрету, что отцов-изобретателей у меня было сразу несколько. Но только Иоганну Валеру суждено было войти в историю. Во время Второй мировой войны жителям захваченной немцами Норвегии строго-настрого запрещалось носить значки с изображением изгнанного короля. Вот тогда норвежцы и вспомнили о моем папе и обо мне. Скрепки стали носить на одежде в знак всеобщего единства перед лицом опасности. Так однажды маленькая канцелярская скрепка сплотила целый народ. За это в столице Норвегии Осло мне поставили памятник. Он до сих пор там стоит. Ой, куда вы меня тащите? Папа, я нашла ее. Теперь я скреплю все свои рисунки и ни один из них не потеряется. Раз и все. Так вот вы, оказывается, какие красивые, важные документы. Необыкновенные истории обычных вещей.